Буду черпать зарю, буду солнце ловить, не водить, буду трубку курить и качаться на резвой волне, новой песней своей буду к нё воду рыбу манить, ведь без песен и рыба не выйдет из моря ко мне. Имя автора этих строк славится на севере. За 40 лет литературного труда им созданы произведения, ставшие краеугольным камнем ненецкой литературы. Его и называют классиком ненецкой литературы. Василий Николаевич Литков. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Презентация, подготовленная сотрудниками библиотеки Архангельского литературного музея, посвящена ему, его жизни и творчеству. Василий Николаевич Литков, поэт, прозаик, переводчик, родился 16 декабря 1933 года в Большеземельской тундре Ненецкого автономного округа. Родился в чуме, как отец его и дед. Я не знал, что родился в России. Долго не знал я, что есть на свете Россия. Глядел наивными детскими глазами на эту почти всегда белесую землю и не думал, что кроме нас, отца, мамы, бабушки и меня, есть где-то другие люди. Я любил этот лебединый край, любил его простор и его величавый покой. Это про себя говорит Литков в автобиографической повести «Синева в Аркане». Мальчишкой он приобщился к труду, помогал пастухам пасти оленей, ходил с отцом на охоту, сам ставил капканы на песца и зайцев, не водил со взрослыми рыбу и долгие зимние вечера, любил слушать сказки и песни стариков. Я плыву с отцом на лодке. Рядом в лодках рыбаки. Сто мужчин, сто самых ловких, тянут солнце из реки. Тянут долго, тянут к дому, прямо к берегу крутому, где тюленям неуклюжим старый чум чернеет. В нем мать сейчас готовит ужин, наклонившись над огнем. Брызги солнечные пляшут, сети выгнулись дугой, И канат за лодкой нашей зазвенел струной тугой. Быстрых весел взмах короткий. Сто мужчин кричат «Пора!» И бросают рыбу в лодки, словно слитки серебра. После окончания семилетки в 1951 году он был направлен на учебу в Ленинград, где получил среднее образование и окончил филологический факультет педагогического института имени Герцена. После окончания пединститута Литков вернулся в округ, работал в школе-интернате на Варандее, лиц сотрудником, а затем ответственным секретарем ненецкой окружной газеты Нарьяна Вендер. Труд журналиста он сочетал с поэтическим творчеством. Его стихи появлялись в газетах Нарьяна Вендер и «Правда Севера», в альманахе «Литературный Север», в журналах «Огонек», «Звезда», «Сибирские огни». Смотрю я налево, там волны играют, смотрю я направо, за зубрин и скал, и парус небесный ветра распирают, а ниже дома Варандей раскидал, и тронулись с хода повозки оленьи, от рогами гор и долинами рек. В глухом Варандее, прибрежном селении, с землёю согласие живёт человек. А вот несколькими выверенными штрихами он создаёт образ первозданной заполярной тундры. Ясные, совершенные строки навсегда запечатлели уникальность момента. Спят на росной земле олени, под кустами ветвистых рогов, а над ними невидимой тенью кружат чуткие сны пастухов. Спят олени, от устали сникли, А в тиши на ресницах озёр Перезревшие гроздья брусники Наливаются соками зорь. В 1960 году в Ленинграде вышел первый сборник стихотворений Литкова «Детям моего стойбища». Годом позднее Архангельское издательство выпустило его совместную с поэтом Алексеем Пичковым книжку стихов «Далеко сырне моя живёт». Василий Литков и его друзья по Перу создавали ненецкую литературу и были первыми, кто зафиксировал с такой силой и убедительностью на бумаге поэтическую душу своего народа. Их стихи – настоящее произведение искусства. Они родились, потому что пришло их время. «Дремлет остров в лучах пылая На груди твоей океан В облаках собачьего лая Там упряжки летят в туман Пропоёт кормилица пуля В доме шкуры И пища есть Здесь, на острове, начал путь я И умру я должно быть здесь След мой по ветру не развеян Вечно к морю ему лететь Здесь мой прадед ходил на зверя Здесь охотился мой отец Завещал он мне нож свой острый Да ружьё, да ещё сполна Ту любовь, что согрела остров Мокрый, как тюленья спина С 1962 года Василий Литков Член Союза писателей Осенью того же года Он стал слушателем высших литературных курсов Союза писателей СССР При Литературном институте имени Горького В Москве Который окончил В 1965 году В Москве написаны первые прозаические произведения В первой его повести «Метели ложатся у ног» Рассказывается о становлении колхоза в тундре В судьбе ненецкого народа Посвятил Василий Литков И другие свои произведения Автобиографическую повесть «Синева в Аркане» Романы «Месяц малой темноты» И «Люди большой медведицы» Затем два года Василий Литков Работал редактором литературных передач Ненецкого радио в Наринмаре Был сотрудником Наринмарского краеведческого музея И корреспондентом Ненецкой окружной редакции радиовещания В 1967 году Его избрали Заместителем ответственного секретаря Областной писательской организации И обком КПСС перевел его в Архангельск Тогда и появляются Его основные литературные труды В Москве, Архангельске, Тюмени Выходит более десяти его поэтических книг «Быстроногий олененок», «Ивовое море», «Солнце сна лишилось», «Снежная держава», «Песня мой парус», «Голубая стрела», «Штрихи», «Снег растает» И другие Василий Литков Поэт-лирик Творчество его глубоко эмоционально Проникнуто высокими гражданскими чувствами Согрето любовью к родному краю К тундре, к ее людям Мужественным, стойким, трудолюбивым Жизнь тундры и ее обитателей Источник всего творчества поэта Всех его книг «Ты еще не видел чудо?» «В нашей тундре не был?» «Видишь, сопки, словно чумы, подпирают небо» «А по небу, к океану, подчиняясь урагану, мчатся тучи тени» «И взлетают в жгучей пене волны, как олени» «Но не думай, но не думай, край мой, вовсе не угрюмый» «Приезжай к нам без опаски» «Слушать шорох зимней сказки» «Слушать звон копыт по насту» «Приезжай, мы встретим лаской» «Здравствуй» Сочетая творческую работу с общественной деятельностью Василий Литков много ездил по стране как член комиссии по литературе народов Крайнего Севера и Дальнего Востока Правления Союза Писателей России Был участником конференции писателей коренных народов мира под эгидой ЮНЕСКО в Ленинграде Конференции писателей уралоязычных народов в Финляндии Как член редколлегии писателей стран Баренц региона он был частым гостем в странах Скандинавии представляя миру ненецкую литературу Василий Николаевич Литков очень остро чувствовал движение времени реагировал на катастрофическое положение оленеводов в Ненецком округе Своими тревогами за судьбу родного края он делится в книге «Белая держава» получивший в 2000 году Всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова Заботясь о духовном развитии своего народа Литков перевел на ненецкий язык произведения многих русских писателей и всю свою творческую жизнь мечтал о выпуске этих книг в Архангельске Но редкие книги и учебники на ненецком выходили в основном в Ленинграде и Тюмени Последний многолетний труд писателя вершина его переводческого труда и своеобразный литературный подвиг Перевод на ненецкий язык прекрасного карельского эпоса «Колевала» Архангельским литературным музеем «Колевала» издана на трех языках русском, ненецком и финском Это издание появилось в 2018 году благодаря Егорову Борису Михайловичу основателю литературного музея Василий Николаевич Литков умер в Архангельске в 2002 году Его перу принадлежит полтора десятка поэтических сборников, семь повестей, романы Чтобы сохранить богатство родного языка, Литков писал стихи только на ненецком Яркий, метафоричный язык Литкова вдохновил прекрасных переводчиков Его книги вышли в странах Советского Союза, Азии, Африки, Европы Рассказ Чум переведен на немецкий, французский, английский, испанский, польский, чешский и словацкий языки Основным его переводчиком на русский была ленинградская поэтесса Майя Борисова Своим творчеством Василий Николаевич Литков показал культуру и образ мыслей своего народа Приветствуя позитивные изменения в его жизни Поэт сознавал, какая нравственная сила заключена в его слове Он верил в поэзию и в то, что песни растопят сердца Стихи Литкова считаются ярким образцом ненецкого литературного языка О родном крае, о надежном свете земных огней, о радости, любви и счастье Стихи замечательного ненецкого поэта Василия Литкова Откройте книги, и его слова и мысли оживут в вашей душе Нить, раскаленная закатом, перегорев, оборвалась Под покрывалом снегопада земля уснула В добрый час заснула темных сопок стада Озера дремою полны Спи, тундра Я тебе усталой наворожу цветные сны Я словно клюквинка-кровинка Взращен тобою на корню Не бойся, туч Я их лавину рукой сыновней разгоню Ты спи Звезда твоя лучиста Прозрачен воздух А вдали Твои кокетливые лисы на плечи женские легли Я точно сказку до рассвета тебе нашептывать готов Европа зябкая согрета Нехами тундровых песцов Твои морям они бездонны А сколько прячет твой простор Мест и бесследных, и бездомных Неприрученных до сих пор Василий Литков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok